9 мая, 10 часов. По всей стране в это время торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. В городах, поселках, селах, каждом населенном пункте. В селе Алгасово Маршанского района митинг начался с шествия бессмертного полка. Местные жители, депутаты, работники Маршанского ЛПУ МГ, учащиеся и педагоги Алгасовской школы, представители трудовых коллективов тех предприятий, что расположены близ Алгасова, все от мала до велика в одном строю с теми, кто погиб, защищая родину, на фронтах Великой Отечественной войны. Это мой отец, он воевал, был на войне, начиная от Волгограда он и до Берлина. Прошел все, вернулся, но жил он недолго, он военный. Он служил после армии и длительное время потом преподавал. 1 251 человек. Именно столько воевало алгасовцев на фронтах Великой Отечественной войны. Около 600 из них не вернулось. А вот Чулков Павел Федорович дожил до победы. Ну он был призван в 1939 году в Советскую армию и после армии сразу ушел на фронт. Воевал он на Дальнем Востоке, участвовал в сражениях с японцами. В 1947 году он вернулся и после этого работал учителем в Алгасской средней школе. Сначала работал в райкоме партии, а после этого учителем в Алгасской школе. И ушел на пенсию из Алгасской школы. Международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны было инициировано в 2011 году журналистами Томска. С каждым годом движение росло. В 2018 только в России участниками бессмертного полка стало более 10 миллионов человек. Когда идешь в полку в бессмертном, очень все это щекотит душу, очень приятно помним мы подвиг наших родных, близких, дедушек, бабушек. Вечная им память и всех с праздником. Самые почетные гости на митинге это люди, которые о войне знают не понаслышке. В основном труженики тыла и дети войны, в их числе Николай Цыкин. Я с 13-14 лет жил в поле в Шалашах и пахали землю. Депутат областной думы Нина Косачева назвала День Победы главным праздником страны. Отметила неоценимый вклад в победу советских солдат и подчеркнула значимость даты для молодого поколения. Мы благодарны всем ветеранам, всем труженикам тыла, детям войны за их самоотверженный труд, за кровь, которую они пролили на фронте, и за то благополучие, в котором мы сейчас живем. Я считаю, что наши молодежи сейчас нужно постоянно говорить о том, что было, как наши деды жили, как они трудились, как они воевали, для того, чтобы они сохранили вот это вот святое отношение к нашей родине. У мемориала «Вечный огонь» села Алгасово митинги 9 мая стали традиционными. Выступающие говорят слова благодарности ветеранам, труженикам тыла, поздравляют с праздником. Собрались здесь люди разного возраста, разных судеб, разных жизненных ситуаций. Но всех нас при всем различии, индивидуальности каждого роднит одно. Это наша Россия, это наша Родина и наша история. И вот сегодняшние мероприятия еще раз убедительно демонстрируют о том, что эхо тех далеких событий будет в памяти наших поколений. И сегодня наш долг помнить об этом времени и чтить память о тех героях, кто не вернулся из боя. Глубокая признательность нашим труженикам тыла, вдовам, детям войны. Спасибо вам за ваш подвиг. Память погибших почтили молитвенно. Кстати, село Алгасово – одно из немногих в Маршанском районе, где сразу четверо уроженцев, удостойных высшего воинского звания. За подвиг в годы Великой Отечественной войны золотую звезду героя получил и Григорий Коробов. Он никогда не любил разговаривать о своем подвиге. Мы вообще узнали о его подвиге. Вот нам пришла записка, его награждали. Сами мы ничего не знали, он никогда ничего нам не говорил. А что вам стало известно, когда вам пришли силы? Что совершил ваш подвиг? Ну, он отличился при форсировании Днестра. Он там захватил много орудий и убил большее количество фашистов. Курышкин Петр Степанович, участник Сталинградской битвы. Это кто? Это мой дедушка. Ой, он был очень энергичный, очень живой. Его многие знают, даже помнят. Вот сейчас глава сельсовета узнал его. Вот, он у меня был очень активный. Мы его все помним, любим. Сейчас съездят на кладбище. Отец Раисы Яковлевны дошел до Берлина. Вернулся домой живым и здоровым. Рассказывал дочери о тяжелых боях. А она о своей жизни в тылу. В 42-м году мы сюда приехали. В третий класс я пошла. Класски собирали. Коксагы собирали. Какие-то пушинки. Сказали, что это делают резину для машин, для фронта. Девчонок нас всех собирали. Военное детство вспоминает и Светлана Никитична. Сейчас она живет в селе Алгасово. А родилась и в годы войны была в Воронеже. Видела, как танки въезжали в Воронеж. Они весь Воронеж занимали, весь разбомбили до тла. Как они въезжали на танках. Как нас дразнили. Ели белый хлеб с шоколадным маслом. Губные гармошки играли. И, в общем, я видела, как они отступали. И нас эвакуировали. И, в общем, всю тяготу войны видели мы. Кобелиску с именами погибших и умерших от ран на фронтах Великой Отечественной войны «Цветы и венки – это память и уважение ныне живущих». Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей.